Ой-ой-ой, друзья, сегодня поговорим о животных, о конституции, о законах, которые уже есть в Российской Федерации, которые защищают права животных. Конституцию Российской Федерации приняли поправку, звучит она так, формирование в обществе ответственного отношения к животным. То есть, теперь государство будет навязывать обществу ответственное отношение к животным, о воспитании и о добром отношении к ним. Недавно я увидел видеоролик, где собаку привязали к скамейке, ее нашел парень, прождал два часа, хозяин так и не пришел, и, мол, конституция будет с этим бороться. Я искал-искал этот видеоролик, как говорится, интернет помнит все, но то, что, видимо, транслируется по телевизору, не все доходит до интернета. Я его так и не нашел, так бы его вам обязательно показал. Ну а теперь давайте вернемся к реальной жизни. Я так понимаю, теперь всех собак снимут с цепей. У каждой такой собаки теперь будут лучшие условия для жизни. Согласитесь, держать собаку на цепи в жару, в холод, в дождь и в различные другие климатические условия, да и жить ей при таких климатических условиях в конуре, это безответственно. И что, как вы думаете, как скоро начнут, как минимум, штрафовать таких хозяев? Я думаю, не скоро. В России есть такая статья 245-е «Жестокое обращение с животными». И она не работает. Сейчас я вам приведу небольшие примеры. Как вы думаете, убийство – это жестокое обращение или нет? Правильно, в этой стране это не является жестоким обращением. Видимо, гуманное. Расчленение животного на мелкие кусочки. А вы знали, что черви тоже являются животными? А давайте теперь вспомним, где убиваются черви с особой жестокостью. Нет, это не тогда, когда прошел дождь и вы бегаете по червям. Да, господа, так делать не надо. Правильно, это когда рыбаки рыбачат на червя. То есть они насаживают червя на крючок и бросают его в другую среду обитания, то есть в воду. Жестоко? Вы можете сказать, ну Саня, это же черви. Хорошо, те же рыбаки, когда поймали рыбу, что они с ней делают? Они ее либо кладут в пакет, либо в водоем, в сетку водоем, а потом снова, когда уезжают, в пакет. То есть рыба умирает мучительно. То есть она попадает в другую среду обитания и задыхается. По сути, да, это жестокое обращение с животными. Но рыбаков не штрафуют и не сажают. Это все принято и легально. Сейчас я вам приведу аналогичный пример, за что можно получить штраф, либо сесть в тюрьму. По этой статье. Тогда, когда вы оставили собаку на жаре в машине, то есть собака попадает в другие климатические условия и задыхается. В законе и в конституции не прописаны виды животных, на которых действует закон. А это значит, что все животные равны. Но эти законы не работают. Цирки и зоопарки не закрывают. Хотя там бывают очень плохие условия для жизни животных. Также бывает насилие над животными, особенно в цирках. А теперь давайте подумаем, для чего нужны лошади. Раньше лошадей использовали как средство передвижения. Но сейчас, на нашем веку, их очень редко используют для того, чтобы передвигаться. А сейчас их используют в тех же цирках, зоопарках, на скачках, в городских развлекательных мероприятиях. Вот этот железный стержень называется трензель. И он нужен для того, чтобы поворачивать лошадью. Но когда всадник тянет направо, этот трензель доставляет боль лошади. И она вынуждена поворачивать направо. А вот скачки, где наездники хлещат плеткой по лошади. Для того, чтобы она бежала быстрее. Очередной вопрос. И что, это тоже не является жестоким обращением с животным? Или у нас закон действует только для собаки и для кошек. А точнее, больше для кошек, чем для собак. А для других животных вообще не действует. Лабораторные животные. Да над ними как только не издеваются. Какие опыты над ними только и не ставят. А фермы. Это же настоящий ад для животных. В этом году разрешили охоту луком и арбалетом. Что это значит? То, что охота таким способом является жестоким убийством животного. Животное, получая урон от стрелы, умирает постепенно, медленно и болезненно. Как вы думаете, после этой конституции что-то изменится? А через месяц приняли, то есть в феврале, закон, разрешающий вольерную охоту. Знаете, что такое вольерная охота? Это когда вот мордатые мудаки в камуфляже с тысячными карабинами САКО приезжают в небольшой огороженный вольер, куда помещены дикие звери. Лосики, кабанчики, лисы. И вот там на фонах так красиво сфабрикованы дикой природы, где можно еще и шашлычок сделать, и костерок разжечь, и где абсолютно некуда делаться зверю, потому что вокруг стены забора, вот там они совершают красивый гарантированный забой за очень большие деньги. Потому что, вы же понимаете, да что привезти зверя, обустроить территорию, наладить егерей, наладить обслугу, наладить официантов, которые вот прямо на тушу убитого медведя принесут коктейли. Это все очень дорогая история. Размеры этих вольеров бывают различными, но все равно все они не оставляют ни малейшего шанса этому зверю свалить. Я зимой ходил на митинг, где также собирались подписи о том, что нельзя разрешать вольерную охоту и охоту с луком и арбалетом. Но, как говорится, бизнес превыше всего. И, конечно же, законы эти приняли. Да и такого рода развлечения я считаю жестоким по отношению к животным. А носить шкуры убитых животных, это тоже является соответственным отношением к животным. Или делать ковры из медведей, я не знаю, вешать дома головы оленей, рога. Это тоже ответственное отношение к животным. Я вообще не понимаю эту поправку, что она будет регулировать, как она будет работать и как она будет наводить порядок. Я думаю, кратко я вам показал, как это все у нас не работает. Более подробно я буду делать отдельные ролики о цирках, о зоопарках, о моем отношении над опытами, над опытами, опытами, над животными. Сам я вегетарианец, я думаю, будут ролики и на эту тему. Я уже снял ролик, почему не стоит носить на себе шкуры убитых животных. Подписывайтесь на канал. С вами был Дикобраз. Спасибо.